Привет всем любителям бокса, вы на канале Боксинг 1867, с вами я Александр, это прогноз на бой, Шавкаджон, Рахимов, Джо Кардина. Прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал и поставьте лайк данному видео. Итак, 22 апреля в Кардифе, Великобритания, состоится вечер бокса. В главном бою чемпион IBF во втором полулегком весе Шавкаджон. Рахимов проведет дебютную защиту титула против британца Джо Кардины. Кардино идет фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.39, а на Рахимова коэффициент 3.15. Немного расскажу предыстории данного поединка за данный титул IBF. Итак, 2021 года Шавкадж впервые сразился за мировой титул IBF, сведя в ничью поединок с американцем Джозефом Диасом-младшим. Отмечу, что Диас тогда не сделал вес, и поэтому, даже если бы он победил, пояс бы остался вакантным. Шавкаджу была предоставлена вторая возможность сразиться за титул чемпиона мира по версии IBF против Кеничи Агавы. Но он был вынужден отказаться от запланированного боя, так как у него была травма. И вот на замену Рахимова вышел Азинга Афузиле. Пояс завоевал Кеничи Агава, затем Джо Кардино завоевал данный пояс IBF. Он тогда, ну, я скажу так, этот бой даже номинировался, по-моему, на нокаут года. Он тогда нокаутировал японца Кеничи Агаву. Вот. Затем IBF назначила Кардине обязательного претендента в лице Шавката Рахимова. Вот. Но Кардина не стал проводить защиту против Рахимова из-за травмы руки. Кардина там сломал левую руку. Была операция, он даже выставлял там фотографии. И он был лишен титула. Непонятно, почему IBF его лишили титула. Потому что, насколько я знаю, в принципе, если боец травмирован, титул у него не отбирают. Переносят просто бой, да. Вот. Но его лишили титула. И на коротком уведомлении согласился выйти Барретт. В ноябре Рахимов досрочно остановил в девятом раунде британца Зелфу Барретта. И завоевал вот вакантный титул IBF. Данный титул, которым владел до этого Кардина. Но, знаете, в данном бою Рахимов пренебрег защитными действиями. И по ходу поединка сам тоже оказался на конвасе. Ну, а на данный момент Рахимов все же обязан провести защиту против Джо Кардины. Это его обязательный претендент на данный титул. Ну что, расскажу немного о боксерах. Начну с Джо Кардины. Занимает он шестую строчку рейтинга. Это 31-летний британец. Дебютировал он в профи в 2017 году. За это время провел 15 боев. 9 из них он завершил досрочно. Избитая позиция я бы выделил, ну, разве что, Кеничи Агаву. Но, ребята, какой это был шикарный нокаут. Можете посмотреть данный поединок. Заглядение. Вот. Насчет Джо. Стиль Джо это такой технический бокс. С фокусом на комбинации. На точность ударов. Он использует свою скорость и подвижность. Создает неплохие углы для ударов. Также неплохо за счет тайминга избегает ответных ударов. Также он хорош в работе корпусом. Неплохо он защищается, смещая его. И его защита, ну, я бы сказал, достаточно хороша. У него достаточно высокий такой уровень техники. А за счет точности и быстроты он позволяет диктовать темпбоя. Также имеет хорошую, довольно хорошую физическую подготовку. И у него неплохая выносливость. Это делает его опасным противником на протяжении всего боя. Однако, конечно же, есть минусы. В принципе, минусы есть у каждого боксера. У Джо это недостаток мощности в ударах. Его стиль бокса может быть также предсказуемым и легким для чтения. Что может стать проблемой с боксерами, ну, обладающими высоким IQ. Рост боксера 175 см при аналогичном размахе рук. Итак, Шавкат Рахимов. Он занимает пятую строчку рейтинга. Рахимову 28 лет. Дебютировал он на профессиональном ринге в декабре 2015 года. За это время он провел 18 боев. 17 побед. 14 из них нокаутом и одна ничья. Избитой оппозиции я бы, наверное, выделил Азинга Фузили и Зельфе Барретта. Самым серьезным противником на данный момент является Джозеф Диас. Младший, в бою с которым была ничья. Стиль Рахимова, это техника. Он довольно техничен, который, этот стиль сочетает в себе также мощные удары и высокую скорость. Он использует такие довольно быстрые комбинации, также джеб, чтобы контролировать расстояние между собой и оппонентом. И обычно настраивается на удары по туловищу и голове, естественно. Он также имеет мощный удар, который способен нокаутировать оппонента, ну, буквально в любой момент боя. Боксирует он в стойке левши. Однако, есть и минусы. Минусы Рахимова заключаются в том, что у него не такая уж выдающаяся защита. Частенько он пропускает удары, особенно когда заигрывается с соперником. Это может сделать его уязвимым перед оппонентом, ну, с хорошим ударом или более мощным ударом, чем у него. Рост 174 сантиметра. Ну, что, разберем немного бой. Кордино это технически грамотный боксер. У него высокий уровень точности. Он быстрый боксер, он может использовать свою подвижность, комбинации, да, как я уже говорил, чтобы контролировать бой и диктовать темп поединка. Вот. А Рахимов это более мощный боксер, который может создавать проблемы своим оппонентам благодаря своей мощности и силе ударов. Однако, он может быть менее точным и быстрым, чем Кордино. И его защита, как мне кажется, похуже, чем у Джо. Может, кто со мной не согласится, но, посмотрев поединки обоих боксеров, все-таки Джо защищается получше. Джо, вероятно, попытается контролировать бой, используя свою точность, используя комбинации, которые он часто множество выбрасывает просто, чтобы создавать преимущество в очках. Вот. Он может также использовать свою подвижность, передвигаться много по рингу, чтобы избегать ударов Рахимова. Рахимов, скорее всего, будет пробивать корпус Кордины, используя свою мощь, свою силу ударов. Это будет для того, чтобы замедлить Кордину. Вот. Он может также, Рахимов, попытаться прессинговать и запереть Джо у канатов. Вот. Естественно, если Джо сможет использовать свою технику, чтобы контролировать бой, то он может иметь преимущество в очках. И если дойдет бой до финальных раундов, да, и до подсчетов судей, то он может победить. Однако, если Рахимов сможет наносить более мощные удары и диктовать темп боя, то он может иметь преимущество в нокдаунах и, естественно, в последующем в нокауте. Вот. Поэтому напрашивается вот такой прогноз. Нас, в принципе, ожидает поединок двух крепких и сильных соперников. У них довольно схожий уровень. Не думаю, что нас ожидает досрочная победа. Шавкат будет прессинговать британца, работать первым номером, я думаю. В карьере Кордины еще не было, конечно, соперников подобного уровня. Ну, кроме этого, конечно же, Шавкат является левшой. Это принесет дополнительные трудности Кордине. Вот. Ну, учитывая домашнее судейство, я думаю, что Кордина победит с небольшим преимуществом. Ну, или раздельным решением. Ну, знаете, я вообще даже не удивлюсь, если поединок завершится в ничью. Потому что боксеры довольно нету таких особых преимуществ ни у одного из бойцов. Например, у Рахимова есть преимущество в силе удара. Ну, Кордины есть преимущество в скорости, в точности ударов. Поэтому я считаю, что все-таки победит Кордина. Может, с маленьким преимуществом, но все-таки судьи, как домашнему бойцу, отдадут победу ему. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также пишите в комментариях, как вы считаете, кто победит в данном бою. Удачных ставок. Пока. Пока.